С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 23 августа, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Она продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа и по своему ожесточению и упорству просто не имеет себе равных. Общий замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить оборонявшихся в районе Курска войска Центрального и Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт наступления и вернуть стратегическую инициативу. Советское же командование решило сначала обескровить ударные группировки врага в оборонительных сражениях, а затем перейти в контрнаступление. 12 июля начинается второй этап Курской битвы. Это самое контрнаступление. 5 августа советские войска освобождают города Орел и Белгород и вечером того же дня в честь этого крупного успеха в Москве впервые за два года войны дается победный салют. С этого времени артиллерийские салюты постоянно возвещали о славных победах советского оружия. 23 августа освобожден Харьков. Так победоносно завершается битва на Курской огненной дуге. В ходе нее было разгромлено 30 отборных дивизий противника. Ну а теперь о родившихся. В этот день в 1754 году появился на свет Людовик XVI, король Франции из династии Бурбонов. Последний монарх Франции старого порядка. При нем после созыва генеральных штатов в 1789 году начинается Великая французская революция. Людовик сначала принимает конституцию, даже отказывается от абсолютизма и становится конституционным монархом. Однако вскоре начинает нерешительно противодействовать радикальным мерам революционеров и даже пытается бежать из страны. 21 сентября 1792 года низложен, предан суду конвента и вскоре казнен на гильотине. В 1880 году рождается Александр Грин, Александр Степанович Гриневский, писатель «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Дорога в никуда». В начале 1900-х годов он вступает в партию эсеров и ссылается в Сибирь. Но по возвращении оставляет политику и, к счастью для всех будущих читателей, становится писателем и сочиняет великолепную романтическую прозу, ничего общего не имевшую с окружающей его жизнью. Ну просто параллельная история. В 1964 году в этот день появилась на свет певица Алена Апина, в 1977 году Игорь Петренко, актер театра и кино. Ну а теперь о некоторых событиях. 1552 год. Осада и взятие Казани. Один из завоевательных походов, предпринятый Иваном Грозным в 1552 году для расширения территории российского государства, который стал логическим завершением третьего Казанского похода Ивана Грозного и положил конец существованию Казанского ханства как самостоятельного государства. После этого оно вошло в состав русского государства. 1572 год. Варфоломеевская ночь. Массовое избиение гугенотов во Франции, устроенная католиками в ночь на 24 августа, в канун Дня Святого Варфоломея. Расправляются со съехавшимися в столицу на свадьбу своего лидера короля Генриха Наварского и королевы Маргариты и сестры короля Франции Генриха Велуа. Бойня организована герцогом Лотаринги Генрихом Гизом. Она продолжается три дня. Любой, у кого не было белого креста на шляпе, становился жертвой толпы. За это время были уничтожены, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. 1840 год. Произошла первая в России серьезная железнодорожная катастрофа. На 24-верстной однопутной чугунке Петербург-Павловск подвыпивший машинист проскочил остановку, предназначенную для пропуска встречного состава. В результате на восьмой версте от Питера поезда их поначалу называли обозами, столкнулись и несколько десятков пассажиров, к сожалению, погибли. 1903 год. В Лондоне завершает работу второй съезд РСДРП. Внутри партии появляются фракции большевиков и меньшевиков. Так, большевики были тверже, последовательнее, смелее и дисциплинированнее, но в то же время прямолинейнее, нетерпеливее и фанатичнее. Меньшевики же считали, что необходимо действовать осторожно и осмотрительно. Они готовы были прийти к компромиссу и отвергали любые авторитарные методы. Большевики придавали особое значение насилию и конспирации и часто руководствовались принципом «цель оправдывает средства». Меньшевики, наоборот, острее реагировали на аморальность, нарушение демократии и любые проявления односторонности и примитивизма в мышлении. 1913 год. В Копенгагене открывается памятник русалочки, героини сказки Ханса Христиана Андерсена. Скульптуру городу подарил пивовар Карл Якобсен, который в 1909 году после посещения балета «Русалочка» был так потрясен представлением, особенно выступлением Примадонны Эллен Прайс, что решил воздвигнуть памятник в честь героини сказки. Кстати, в нынешние времена героям всевозможных сказок по всему миру установлено такое количество памятников и такого качества, что в пору спросить, зачем? 1929 год. Начинается перелет Москва-Нью-Йорк через Сибирь и Аляску на самолете Ан-4 «Страна Советов». Маршрут этого исторического перелета был проложен по трассе Москва-Омск-Хабаровск-Петропавловск-Камчатский, остров АТО, Сиэтл, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Экипаж самолета, сконструированного Туполевым, состоял из четырех человек. Командиры Шестакова, второго пилота Болотова, штурмана Стерлигова, бортмеханика Фуфаева. Машина преодолела более 20 тысяч километров за 141 летный час. При этом 8 тысяч километров было пройдено над самим океаном. 29 октября Ан-4 приземлился в Нью-Йорке. 1935 год. Решение о замене двуглавых орлов на кремлевских башнях пятиконечными звездами. Первого двуглавого орла водрузили на вершине шатра Спасской башни в 50-х годах 17 века. Позднее русские орлы были установлены на самых высоких проездных башнях Кремля Никольской, Троицкой, Боровицкой. В 1930 году специалисты реставрационных мастерских под руководством Игоря Грабря дали заключение, согласно которому фигуры двуглавых орлов исторической ценности не представляют и, следовательно, могут быть заменены. Вместо символов царизма устанавливаются звезды. 1979 год. Солист Большого театра Александр Годунов остается в Нью-Йорке, становясь невозвращенцем. Это уже третья потеря советского балета, самого показательного экспортного товара страны. В 1961-м уезжает Рудольф Нуреев, а в 1974-м Михаил Барышников. 1991 год. Последние из находившихся на свободе членов ГК ЧП арестовываются. Опечатывается здание ЦК КПСС, запрещается выпуск газеты «Правда». Михаил Горбачев, вызванный на чрезвычайную сессию Верховного Совета России, пытается отстаивать социалистический выбор и коммунистическую перспективу, но не встречает понимания. Ну и последнее. 1939 год. СССР и Германия подписывают пакт о ненападении. Пакт Молотова-Риббентропа. Одновременно подписывается секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Сама же Германия уже 1 сентября 1939-го нападет на Польшу, развяжет Вторую мировую войну. Но это будет чуть позже. А пока Риббентроп прилетает в Москву в полдень. Его самолет был по ошибке обстрелян советскими зенитчиками рядом с Великими Луками. По утверждению посла США в СССР больно, нацистский флаг, который был вывешен при встрече Риббентропа, позаимствовали на киностудии Мосфильм, где использовался он как реквизит при съемке, кстати, антифашистских фильмов. Встреча Риббентропа со Сталином и Молотовым продолжается три часа. Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Ну а к договору, как я уже сказал, предлагался секретный дополнительный протокол. Ну, там речь шла о разграничении сферы обоюдных интересов в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. После же нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года договор, так же, как и все остальные советско-германские договоры, утратили силу. История всегда знает, чем закончится тот или иной политический договор. С вами был Николай Пимненко в проекте ДАТА.